При изучении бактериальных клеток порой необходимо идентифицировать некоторые внутренние структуры. Сегодня мы поговорим о способе окраски нуклеоида, кольцевой хромосомы бактерий. В отличие от хромосом эукариот, они не имеют строго упорядоченной формы, и белки, содержащиеся в нуклеоиде, лишь призваны соединять ассоциированные РНК и выполнять репликативные и транскрипционные функции. Поэтому ДНК бактерий более устойчива к воздействию внешних факторов, вроде химических агентов и ионизирующего излучения, поскольку генетический материал легко поддается восстановлению именно из-за отсутствия строгой упорядоченности. Окраска подразумевает обеспечение доступа красителя к протопласту и фиксации его на поверхности нуклеоида. Изготовление препарата начинаем, как всегда, с нанесения мазка на предметное стекло, высушивания и фиксации путем пронесения через пламя в течение нескольких секунд. И вот маленький личный лайфхак. Поскольку в данной методике в какой-то момент времени вы потеряете всякий видимый след мазка, не мудрено перепутать сторону стекла и место, где был сделан мазок. Помечать стекло даже несмываемым маркером бесполезно, он все равно смоется при гидролизе. Поэтому я использую приметы, которые есть у каждого хоть немного пользованного предметного стекла. Обычно можно выбрать один из углов, наиболее сколотый, и расположить стекло так, чтобы этот угол смотрел, например, влево-вверх. Тогда даже если вы не увидите след от мазка в процессе смены действующих веществ, вы будете знать, в каком месте он был, просто расположив стекло таким же образом. Неплохо бы еще это зарисовывать для пущей уверенности. Мазки я расположил ближе к одному из узких краев, чтобы удобнее было погружать в стаканчик с кислотой на одном из этапов. Красить будем две культуры. Сенной настой, где мы ожидаем увидеть сенную палочку и ее друзей, и суспензию дрожжей. Хоть они и относятся к эукариотам и имеют полноценное ядро вместо нуклеоида, оно тоже окрасится. После фиксации мазка в пламени, его протравливают однопроцентным раствором осмеевой или хромовой кислоты, поместив ее каплю на дно чашки Петри, а предметное стекло поместив над ней, мазком вниз, подложив стеклянную палочку. Пары кислоты будут проникать в клетки и разрыхлять оболочки. Затем подвергают мазок гидролизу, для чего предметное стекло погружают в стаканчик с однонормальным раствором соляной кислоты, который ставится в водяную баню, нагретую до температуры в 60 градусов. При этой температуре гидролиз идет 2-3 минуты. При этом динатурируют белки, в том числе и окружающий генетический аппарат. Затем тщательно промывают мазок водой на стеклянных салазках и помещают на мазок каплю однопроцентного раствора фуксина. Мазок заливают однопроцентным раствором формалина на 2 минуты. В классической методике на данном этапе фуксин не используется, а мазок просто заливается формалином. Но практика показала, что если вносить фуксин заранее, можно получить более контрастное изображение. Затем препарат промывают водой и снова окрашивают однопроцентным раствором фуксина на 1-2 минуты, после чего опять промывают водой, высушивают и микроскопируют с иммерсионным объективом. На розовом фоне цитоплазмы выделяется нуклеоид, окрашенный в ярко-малиновый цвет в виде одного образования в центре или двух телец, смещенных к полюсам. Иногда нуклеоид или ядро может иметь слегка фиолетовую окраску. Вот ядра в клетках дрожжей. Увеличение 1600. А это мазок из сенного настоя. Можно увидеть разнообразные бактериальные клетки, в центре которых прослеживается более темный нуклеоид. Продолжение следует...